Ночной метро за несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозит пассажиров в тоннель. Кстати, в московском метро, в котором разворачивается действие, сыграла питерская подземка. Новый продюсерский кинопроект Диггера выходит на экраны уже завтра. Подробнее Кристина Слесарь. Где развалины, капает какая-то канализация, то есть всё разрушено. Ощущается чё-то в присутствии, не спорю. Не секрет, что у нас есть и секретная детка. Осторожно, двери закрываются. Тоннель между станциями Синая площадь и Технологический институт. Вторая линия Петербургской подземки. На карте метро выделено синим цветом. Официальное название – Московско-Петроградская. Именно здесь спрятана секретная лаборатория, обитает призрак рабочего и можно даже услышать крики монстра. Я среди друзей единственный, кто заходит дальше и видит всё изнутри. Дмитрий Давладов – диггер. За четыре года он исследовал почти всё подземелье. Обошёл не только действующие тоннели метрополитена, но и заброшенные. Больше всего запомнились заброшенные в туннели около станции Ломоносовская. Именно вот 500 метров недостроенных туннелей, которые ввели в одну сторону, а потом пустили рядом в другую сторону новые туннели. Неизвестно, зачем их вообще строили, почему прекратили строительство. Официальная версия вообще – то, что произошёл взрыв метана. Станция «Электросила». По одной из легенд, в 60-е годы здесь погиб метростроевец, после чего его дух остался бродить по метро. И по странным обстоятельствам некоторые пассажиры прыгали под поезда. Те, кто оставался жив, объясняли. Они видели на пустом месте привидение в форме строителя и от испуга падали. По словам других, нечто необъяснимое толкало их в спину на пустом эскалаторе. Шепчут, не толкают, но ощущается что-то в присутствии, не спорю. Ну, возможно, это так влияет темнота и чувство одиночества во всём этом месте. То есть ты один, и никого рядом нет, вообще ничего нет больше, кроме этой темноты и туннеля. Нас собрали здесь не случайно. Есть у кого-нибудь мысли, что здесь вообще кто-нибудь сможет? Это какая-то загадка, какой-то ребус. Разгадать ребус метрополитена или наоборот, загадать загадку зрителям, решили создатели фильма «Диггеры». Это про метро, про людей, которые туда попадают, и что с ним исключается дальше. Мистическое подземелье вдохновило режиссёра снять картину в жанре хоррор. По сюжету последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции и увозит в темноту тоннеля ничего не понимающих людей. Пропавших пассажиров ищут друзья. И жуткие легенды о подземелье уже не кажутся выдумкой. Там была развилка, и, конечно же, когда ты смотришь, что да, очень темно и как-то страшно, и тебе всё мерещится и кажется. Мы наприлея на комнату и увидели там какие-то банки, ещё что-то. Ну и такие, это было как реально. Оказалось, что мы потом увидели там человека, ну дальше увидели уже потом, что это наши. То есть они готовили нам локацию. Директор музея метро Виктор Червяков больше 30 лет спускается в тоннели. Подземка – это целый мир. Только каждой тайне можно найти логическое объяснение. Когда на стадии строительства там что-то не получилось, коротенький участок тоннеля, его обычно забудь, бутят, так называемые, то есть закрывают глухо. Естественно, вот такие отходы, как говорится, при строительстве. Кто-то считает, что помимо пяти линий петербургского метрополитена есть ещё – специальные. То ли для первых лиц, то ли для чего-то сверхсекретного. Это замурованные тоннели, где поезда проезжают крайне редко. У нас, допустим, не хватает депо. И с одной линии на другую мы перегоняем составы по обводным веткам. Обводная ветка длиной примерно 3 километра. Используется очень редко, только часы перевода. Если диггер туда попадает, у него глаза вот такие, а, параллельное метро я открыл, значит, от Смольного, значит, куда-то там и прочее, и начинает раздавать эту историю. Так вот, господа диггеры, успокойтесь, это обычная технологическая ветка, и никакое не параллельное второе метро. Помимо полтергейстов, пассажиры в метро слышат и странные звуки. Особо впечатлительные сразу нашли этому объяснение. На Московском проспекте, недалеко от станции Московская, есть здание Дом Советов. Мол, под землей построено точно такое же сооружение, секретная лаборатория, где при Сталине проводили опыты над людьми. После его смерти лабораторию закрыли, но подопытные остались внутри. И именно они зовут на помощь, а звуки издаются из вентиляционной шахты. Сон разума рождает чудовище, как говорится. Конечно, этого нет. Хотя я не буду скрывать, что у нас объект гражданской обороны, наш метрополитен. И, естественно, есть сооружение подземное, которое обеспечивает автономно и воздухом, и электричеством. Это рождает такие мысли, что что-то там под землей есть. Не секрет, что у нас есть и секретный объект. Ежедневно поезда метро увозят миллионы людей в темноту тоннелей. А город под землей продолжает обрастать новыми мифами и легендами. Кристина Слесарь, Александр Окунев, Life78.